А теперь займемся мышцами живота. Для начала поставьте ноги на ширину плеч. Немного согните ноги в коленях, подтяните живот, расправьте плечи. Руки согнуты в локтях перед собой на уровне груди. Медленный поворот и туловище. Поворот поправо, исходное положение. Поворот налево, обратно. Давайте сделаем это 8 раз подряд. Это хорошее упражнение для разминки. Не забывайте втягивать живот, когда делаете повороты. Если выполнять это упражнение через день, то можно довольно быстро заметить положительные результаты. Еще 4 раза. У вас все получается. Из стороны в сторону. И последний поворот. Давайте выполнять повороты несколько быстрее, не останавливаясь в середине в исходном положении. Из стороны в сторону 8 раз. Отлично. Чувствуете, как поднимается температура тела? Еще 8 раз подряд. Вы можете это сделать. Плечи немного подаются вперед. И последний поворот. Хорошо. Сделаем глубокий вдох, поднимаем руки над головой. Вытягиваемся вверх за пальцами, опускаем одну руку, а второй тянемся за голову, растягивая боковые мышцы брюшной части. Обе руки поднимаются вверх. Затем одна рука заносится за голову, растягивая боковые мышцы с другой стороны. Обе руки поднимаются вверх и опускаются вниз. Теперь давайте сделаем упражнение для стабилизации спины и живота. Для этого нам нужно опуститься на пол. Держим голову прямо, медленно опускаемся на колени и опираемся ладонями в пол. Теперь можно опустить голову. Втягиваем живот в себя. Это очень хорошее упражнение. Опускаемся на согнутые в локтях руки. Стоя в этом положении, подтягиваем мышцы живота вверх. Это упражнение разрабатывает все основные мышцы брюшной части, спины, бедер и ягодиц. Задержитесь вот в этом положении, постоянно подтягивая мышцы живота. Вы как бы играете этими мышцами, напрягая их по очереди. Втягивайте живот на счет восемь. Думайте о дыхании, шея не напрягается. Теперь попробуйте выпрямить колени, образуя телом прямую линию. Задержитесь в такой позе, считая до восьми. Вы можете это сделать. Затем опускаетесь на колени и выкидываете спину в уже привычной для вас позе. Это хорошее упражнение для работы над основными мышцами. Ну что, вы готовы повторить еще раз? Тогда вставайте в исходное положение, опирайтесь на руки и колени. Подтягивайте живот и считайте до восьми. Соберитесь силами и вперед. Живот втягивается как бы асимметрично. Таким образом, мы воздействуем на разные мышцы. Шея находится в нейтральном положении. Выпрямляем тело в одну линию и подтягиваем живот. Если вам сложно держаться в такой позе, вы можете снова опереться на колени. Итак, четыре, три, два, один. Отлично. Опускаем колени и вытягиваемся. Расслабляемся. Поставьте ноги перед собой, обхватите руками нижнюю часть бедер, ступни на полу. Медленно опускайте спину на пол. Ноги согнуты в коленях. Руки вдоль тела, ладонями вниз. Затем пальцы рук занесите за голову, приподнимите лопатки от пола. На счет два поднимайте туловище вверх, а затем на счет два опускайте обратно вниз. Сделаем четыре подъема. Следите, чтобы между вашим подбородком и грудной клеткой оставалось расстояние не меньше, чем с кулак. Еще пару подъемов. На подъеме делайте вдох. Готовы сделать восемь подъемов подряд? Поехали. Тяните подбородок вверх. У вас отлично получается. Еще пару раз. Ну что, у вас хватит еще сил на восемь подъемов? Тогда давайте. Старайтесь приподнимать лопатки как можно выше от пола. Еще четыре раза. Не забывайте выдыхать при подъеме. А теперь давайте усложним задачу и будем делать по три промежуточных подъема. Восемь раз подряд. И вниз. Благодаря этому упражнению вы можете получить красивый плоский живот. Качаем пресс. Еще четыре подъема. Пальцы рук держатся за голову. И, наконец, два последних подъема. Отлично, у вас все получается. И снова восемь раз подряд. У вас получится. Расслабьте живот и передохните. Хотите еще сделать восемь подъемов? Попробуйте. Четыре. Три. Я хочу, чтобы вы задержались в этой позе, считая до восьми. У вас все получится. Держитесь. Четыре. Три. Два. Можете расслабиться. Вытяните ноги и руки. И почувствуйте, как расслабляется ваш живот. А теперь поработаем с нижними мышцами живота. Согните по очереди ноги в колени. Вытяните руки вдоль тела. Из этого положения по очереди подтяните колени на уровень ребра. В то же время вы будете приподнимать бедра от пола на счет два и затем осторожно опускать их обратно. Вы подготовились? Мы сделаем восемь таких подъемов. Начали. Приподнимаем ягодицы от пола при помощи ног. Мысль на представьте, как ваш живот становится плоским, особенно низ живота. Продолжаем подъемы. Это движение не так заметно, но если выполнять его правильно, то можно очень скоро увидеть положительный результат. Четыре подъема. Втягивайте ягодицы и живот при подъемах. Два подъема. Остался один подъем. Ну что, вы готовы делать подъемы побыстрее? Поехали. Поднимайте ягодицы от пола и подтягивайте мышцы живота. Вы не успеете обвинуться, как ваш живот станет плоским и красивым. Четыре подъема. Еще два. И еще один. Давайте ляжем и вытянем все тело. Выпримите ноги и запрокиньте прямые руки за голову. Почувствуйте, как приходит мышечное расслабление. А теперь давайте займемся боковой частью живота. По очереди согните ноги в коленях. Кончиками пальцев возьмите за голову. Теперь приподнимите лопатки от пола. Левая рука за головой, а правая вытягивается вдоль тела, ладонью вниз. На счет два начинаете тянуться правой рукой к ступне. Итак, начали. Повторяем это движение восемь раз. В таком положении мы разрабатываем боковые мышцы живота. Еще раз. Между подбородком и грудной клеткой должно оставаться расстояние не меньше, чем с кулаком. Еще четыре наклона. Чувствуете, как начинают напрягаться боковые мышцы? Еще два наклона с этой стороны. У вас получается. Теперь давайте сделаем восемь наклонов подряд в более быстром темпе. Давайте, у вас получится. Еще четыре наклона. Четыре последних. И еще. Выпрямляемся и вытягиваем все тело на полу. Вытягиваем правую руку как можно дальше и чувствуем расслабление всей боковой части тела. В исходное положение. По очереди согните ноги в коленях, руки за голову. Давайте сделаем такие же наклоны с левой стороны. Итак, правая рука остается за головой, левая ложится вдоль тела, ладонью вниз. На счет два вытягивайтесь левой рукой вниз, пытаясь дотянуться до стоп. Итак, восемь раз подряд. Тянитесь. Разрабатывайте боковые мышцы левой стороны. Это прекрасное упражнение для коррекции линии талии. Еще раз. Четыре наклона. У вас отлично получается так держать. Еще два наклона. Вы готовы сделать восемь наклонов в более быстром темпе? Поехали. Растягиваем левую часть живота, придаем ей гибкость и силу. Еще четыре раза вы сможете. И последний наклон. Отлично, молодцы. Теперь можете вытянутся всем телом, распрямить ноги и руки. Вытягивайте всю левую сторону как можно. И последний наклон. Отлично, молодцы. Теперь можете вытянутся всем телом, распрямить ноги и руки. Вытягивайте всю левую сторону как можно дальше. Почувствуйте, как расслабляются все боковые мышцы. Итак, в исходное положение. Затем по очереди сгибаем ноги в колени. Сгибаем руки за головой. Поднимаем лопатки от пола. На счет два поднимаем туловище. Затем в исходное положение. Тянемся с другой стороны. Вытягиваться начинаем от бедер. Ну что, вы готовы к четырем подъемам? Тогда начинаем. Тянемся. И снова. Набрягаем мышцы. Еще разок. Ну что, решитесь на восемь повторов? Тогда вперед. Вверх. Набрягаем мышцы. Еще четыре подъема. Почти закончили. Ну и давайте еще сделаем восемь подряд. У вас найдутся силы. Вперед. Тянемся. Еще четыре подъема. Соберитесь силами. Осталось всего два. И последний. Теперь можете спокойно вытянуться и расслабиться. Почувствуйте, как напряжение уходит из мышц. Затем осторожно согните ногу в колени и с помощью нее поднимитесь. Руки вверх и вниз. Мы с вами хорошо поработали. Дополнение.